Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя наша тема посвящена оказанию медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом. Эта тема предназначена для врачей, медицинского персонала, но она важна не только для нас, но и для каждого гражданина. Каждый должен знать алгоритм оказания медицинской помощи с болями в сердце с острым коронарным синдромом. Прежде чем начать непосредственно об организации медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, давайте разберем некоторые показатели. Вот на данном слайде представлено количество умерших в России, структуры смертности в России по основным классам причин смерти. И вы видите, что фактически все время, много десятилетий на первом месте стоит заболевание красным. Вот выделено, стоят заболевания от сердечно-сосудистой системы, смертность. Она колеблется вот в пределах 50%. То есть половина всех, половина пациентов Российской Федерации умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот в последнее время смертность снизилась, несколько снизилась. Она меньше стала 50%. И вот в последнее время она 47% где-то колеблется чуть ниже, чем 50%. Ну и на втором месте это онкологические заболевания, на третьем месте внешние причины. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот слайд. Динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в расчете на 100 тысяч населения в Российской Федерации. И вы видите, что действительно, благодаря программам целенаправленно, которые посвящены снижению смертности в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, смертность стала снижаться. За исключением последних двух лет, вот с 2020-2021 год, она несколько возросла на фоне пандемии COVID-19. Конечно, очень много COVID-19 вызывает осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы, и смертность возросла. И снизилась, конечно, и диспансеризация и профилактическая направленность. Поэтому вот это очень тревожно. А так, она последние вот данные у меня за 2020 год составила 643 на 100 тысяч. И фактически, да, действительно повысилась она. Была вот нижняя точка, это 573 на 100 тысяч в 2019 году. И фактически, вот она в последние годы сравнялась в 2014 году. То, конечно, в общем-то настораживает этот факт. Хотя были и такие года, когда смертность приближалась фактически к тысяче. Тысячи на 100 тысяч. То есть фактически 1% населения умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. И что следует еще отметить, что вот снизу красный такой график, это целевые показатели программе борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в национальном проекте. И вы видите, конечно, вот мы что не достигаем пока что тех цифр, которые были запланированы. В 2024 году нужно выйти на показатель 450 на 100 тысяч. Вот посмотрите, очень такие интересные данные. умершие в Российской Федерации от всех причин составляют вот в 1460 в 2020 году. То есть повысилась смертность за последние годы в связи с ковид, вот пандемией. И в данном случае представлена структура смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И вы можете видеть, что от болезни системы кровообращения в целом вот 640,8 показатель на 100 тысяч по данным Росстата. От ишемической болезни сердца 347, от цереброваскулярных болезней 190 и фактически от острого инфаркта миокарда в 10 раз меньше, чем от ишемической болезни сердца. 39,7. Что это означает? Это означает, что основная все-таки причина смерти – это хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Вот основная причина. А, собственно говоря, от инфаркта в 10 раз меньше. Но это не значит, что мы не должны именно бороться с инфарктом миокарда. И усилия тоже нужно направлять и на инфаркт миокарда. Почему? Потому что если мы его не лечим эффективно, значит формируется рубец, значит формируется хроническая сердечная недостаточность. То есть необходимо спасать миокард, вовремя оказывать помощь, и таким образом мы предотвращаем хроническую сердечную недостаточность. Поэтому лечение острого коронарного синдрома очень важно. Тем более, что мы можем эффективно оказать медицинскую помощь при данном заболевании и предотвратить некроз миокарда. 10 ведущих причин смерти, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, на первом месте стоит ишемическая болезнь сердца и инсульт. И это составляет свыше 20% структуры смертности во всем мире. То есть 21,9%. Здесь представлен данный слайд смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населений по разным странам. И вы видите, что Россия, в общем-то, в числе первых по смертности, по количеству смертей. И в данном случае вот есть страны, например, Испания, Исландия, где смертность фактически в 10 раз, может быть, даже меньше, чем в Российской Федерации. Соединенные Штаты в 2 раза, в 3 раза меньше, 137. Германия 102 на 100 тысяч. То есть, конечно, это удивительно. Но в данном случае здесь, наверное, следует рассматривать не только реальную смерть сердечно-сосудистых заболеваний. Фактически все умирают от острой сердечной недостаточности, от остановки сердца. Правильно? Поэтому, в общем-то, здесь очень важна кодировка смерти. Кодировка смерти. Это очень важно. Ну, например, и кодируется смерть в разных странах по-разному. Например, вот в Соединенных Штатах, если смерть наступила от сердечно-сосудистой патологии после гриппа, в течение двух, даже трех месяцев, то это могут расценить как осложнение гриппа, и грипп спровоцировал смерть от сердечно-сосудистой патологии. И ставится на первом месте грипп, а не сердечно-сосудистая патология. Также можно говорить и при сахарном диабете. Основная причина – это сахарный диабет, а уже сердечно-сосудистая – это осложнение. А сахарный диабет довольно-таки распространенный заболевать. Поэтому, конечно, здесь нужен именно общий подход к кодировке смерти, и тогда, в общем-то, реальные будут цифры. Но следует отметить, что средний возраст от болезни системы кровообращения в России у мужчин почти на 12 лет, а у женщин почти на 8 лет ниже, то есть моложе умирает, чем в Соединенных Штатах и на Западе. Если рассматривать сердечно-сосудистые заболевания как медико-социальную проблему, то это первое место в структуре смертности, как я уже говорил, 47%. Второе место в структуре заболеваемости, истинная заболеваемость по данным эпидемиологических исследований составляет 36%, а может быть даже и выше, с учетом того, что гипертоническая болезнь в старшем поколении до 60-70% занимает в структуре заболевания. Второе место в структуре инвалидности, четвертое место в структуре временной нетрудоспособности и первое место среди пролеченных в стационаре, среди взрослых. Какие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний? Есть модифицируемые, то есть изменяемые факторы риска, есть неизменяемые. Какими относятся к модифицируемым факторам риска? Это артериальная гипертония, то есть мы можем повлиять на это заболевание, дислепидемия, сахарный диабет второго типа, курение, ожирение, злоупотребление алкоголем. Неизменяемый риск – это мужское пол, возраст, наследственность, состояние после менопаузы. И около 35, а даже еще и больше, случаев заболеваемости, смертности сердечно-сосудистой патологии связано с артериальной гипертонией. 40% взрослого населения в Российской Федерации имеют артериальную гипертензию. Какие новые факторы риска неинфекционных заболеваний? Еще вот помимо этих установлены в последнее время и включены в классификацию факторов риска. Это пограничная депрессивная расстройство в сердечно-сосудистой системе, повышенный уровень свинца в крови, то есть связанное с внешним загрязнением и развитие артериальной гипертензии. То же самое касается и запыленности воздуха и развития атеросклероза. А маркеры воспаления и атеросклероз. А воспаление у нас очень часто развивается, особенно в старческом возрасте. Именно даже вот остеоартрит, или раньше называли его остеоартроз, уже имеются признаки воспаления и это риск развития сердечно-сосудистой патологии. Уровень гомоцистеина и атеросклероз. Вот новые факторы риска развития сердечно-сосудистой заболеваний. Особенностью для России, помимо того, что мы перечислили, является значительное влияние на здоровье психосоциальных факторов. Это депрессия и тревога. Стресс, связанный с работой, с безработицей. Низкий социальный статус. Поведение типа А, то есть это враждебность, гнев, раздражение, негативные эмоции. Все это способствует, может быть, даже это первая причина некоторых факторов, такие как употребление алкоголем, такие как употребление психоактивными веществами. То есть это, возможно, вот социальные факторы оказывают влияние и на поведенческие факторы, которые фактически и определяют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Если рассматривать основные факторы риска неинфекционных заболеваний, то они общие и для сердечно-сосудистых, и для сахарного диабета, и онкологических болезней, и даже болезни бронхолегочной системы. Хотя при разных заболеваниях приоритет может быть при сердечно-сосудистых заболеваниях это наличие артериальной гипертензии, при онкологических это курение и питание. Здесь на данном слайде изображено вклад основных факторов риска смертность населения Российской Федерации. И даже вот не учитывая конкретно сердечно-сосудистые заболевания, вклад артериальной гипертензии в общую смертность составляет 35,5%. Естественно, что вклад артериальной гипертензии в развитие сердечно-сосудистых заболеваний еще выше. То есть фактически составляет даже больше 50%. Гиперхолестериномия это 23%, курение 17%, малоупотребление фруктов и овощей 12%, ожирение 12%, алкоголь 11%, низкая физическая активность 9%. Это все именно вклад в общую смертность. Итак, переходим сейчас уже конкретно к организационным моментам оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме. Нужно сказать, что острый коронарный синдром это рабочий диагноз, который используется первые часы или сутки заболевания. И исход острого коронарного синдрома это инфаркт миокарда, если не оказывать помощь с подъемом сегмента СТ, инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, если или нестабильная стенокардия, или выздоровление в случае лечения тромболизис, либо это стентирование. Таким образом, острый коронарный синдром исходом вот являются все перечисленные четыре состояния. Различает очень важно здесь различать острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ и без подъема сегмента СТ. Это очень важно для того, что тактика при этих заболеваниях несколько различается. Если острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, это значит, что бляшка перекрывает сосуд не полностью и в данном случае не формируется инфаркт миокарда. Если он состоится, зубец КУ не образуется. И здесь что очень важно не допустить перехода пристеночного тромба в окклюзирующий, то есть полная окклюзия сосуда. В данном случае используется понятно, что аспирин, гепарины, бета-адреноблокаторы и, конечно, в данном случае если он развивается, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, нужно решающим это коронароангиопластика состемпировать. Если это инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, то что нужно сделать? То есть это полная окклюзия коронарной артерии. И немедленно нужно устранить тромботизм, если это окклюзия тромботическая, немедленно устранение тромботической окклюзии, то есть введение тромболитиков. Наряду с тем, что базисным лечением это аспирин, это гепарины, бета-адреноблокаторы, обезболивание и, конечно, в данном случае коронароангиопластика со стентированием. То есть в отличие, если при первом варианте без подъема сегмента СТ мы тромболитики не используем, то при полной окклюзии с подъемом сегмента СТ и в дальнейшем формируется, если инфаркт состоится, формируется зубец КУ, в данном случае использование тромболизиса. Каковы основные приказы нормативных документов при оказании помощи больным с острым коронарным синдромом? Это приказ 918Н 2012 года с различными редакциями об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистым заболеваниям. Помимо этого есть утверждены клинические рекомендации в 2020 году, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ по данным ЭКГ и острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. Эти данные рекомендации есть, они утверждены Минздравом. Помимо этого есть еще стандарты оказания медицинской помощи. Что это означает? Это означает перечень различных процедур, частота их проведения и объем лекарственной или другой терапии в данном случае и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, ангиографии со стентированием, ангиопластикой. В данном случае первый стандарт это утверждение стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента. Второй стандарт без 158-Н приказ, без подъема сегмента СТ и еще есть приказ Министерства здравоохранения 457 об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром трансмуральном инфаркте миокарда. То есть фактически это острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ. Острый коронарный синдром относится к заболеваниям, которые представляют собой угрозу для жизни. То есть это оказание экстренной медицинской помощи. А что это означает? Экстренная медицинская помощь оказывается всем гражданам, независимо от наличия гражданства и независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования. Данная медицинская помощь оказывается и амбулаторна, и вне медицинской организации по месту вызова бригады скорой помощи и в условиях стационара, если там острый коронарный синдром случился у пациента. Что важно в порядке оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме? Скорая медицинская помощь оказывается всеми бригадами, всеми бригадами, и фельдшерскими, и врачебными бригадами, и реанимационными, которые, в общем-то, обеспечивают проведение мероприятий по устранению угрожающей жизнесостояния, в том числе и при наличии медицинских показаний проведения тромболизиса. Второй момент очень важный. Больной доставляются максимально короткие сроки в региональный сосудистый центр, либо сосудистый центр для больных специально острым коронарным синдромом, или другую ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своей структуре отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. То есть, там, где есть ангиограф, где имеется рентген-эндоваскулярная бригада, где пациенту проведут ангиографию и при наличии, при необходимости проведут стентирование коронарных артерий. Это самое важное, что в этом порядке оказание медицинской помощи, другую организацию, то есть, где отсутствует ангиография проведения и в дальнейшем лечения с помощью эндоваскулярных методов. В данном случае допускается это при отсутствии на ближайшем расстоянии медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь с неотложенным экстренным заболеванием, пациент может транспортироваться в ближайшую организацию медицинскую, имеющую в своей структуре кардиологическое отделение с палатами реанимации, интенсивной терапии, в штатную численность которой входят врачи-кардиологи или врачи-анестезиологи, но здесь опять-таки очень важно, что после стабилизации состояния пациент при наличии медицинских показаний должен перевестись в ту медицинскую организацию, где оказывается специализированная медицинская помощь, где имеется рентген, хирургические методы диагностики лечения, то есть в сосудистый центр должен перевестись после стабилизации состояния. Это очень важно, вот раньше был приказ, он был не утвержден Минюстом, в данном случае этот приказ 918 утвержден Минюсте, поэтому если пациента доставлен и нет уважительных таких причин, которые вот здесь перечислены в не сосудистый центр, а в обычное отделение с острым коронарным синдромом, то это является серьезным нарушением, дефектом в оказании медицинской помощи, пациент может обратиться в суд. Поэтому в общем-то но в данном случае важно то, что и в этом приказе включено то, что если имеются причины, где невозможно доставить быстро в сосудистый центр, именно если это нестабильное состояние пациента, то возможно конечно оказание медицинской помощи и в кардиологическом отделении, но с условием того, что он потом переведется. Важно еще следующее, что рентген эндоваскулярное вмешательство при неосложненном течении выполняется первые 12 часов от начала течения заболевания. То есть в последующее время от начала развития ангенозного приступа, от начала острого коронарного синдрома уже не проводится. А тромболизис проводится в течение первых 6 часов. Но наиболее золотое время, так называемое, это первые 2 часа, ну максимум 3 часа. Если пациенту не проводится рентген эндоваскулярное вмешательство в начале, а проводится тромболизис, то после тромболитической терапии рентген эндоваскулярное вмешательство может быть выполнено в период до 24 часов от начала течения заболевания. То есть тромболизис дает некоторую отсрочку выполнения рентген эндоваскулярных вмешательств. Здесь вот на данном слайде как раз говорится о том, что вот я сейчас сказал, что самое такое золотое окно это первые 2 часа. Точка D на данном графике если оказать первые 2 часа, то объем спасенного миокарда превышает 80%. 3 часа уже меньше где-то около 50%. И в дальнейшем объем спасенного миокарда значительно меньше. Но тем не менее он все равно эффективен. Можно спасти первые 12 часов дальше уже эффективно сводится к нулю. Какова лечебная тактика в отношении больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ? Вот что нужно делать либо это вести пациента сразу и делать ангиопластику с асцентированием либо проводить тромболизис Здесь видно что на этом графике что тромболизис по своей эффективности равно эндоваскулярным вмешательствам первые 2-3 часа В дальнейшем тромболизис хуже по эффективности чем проведение эндоваскулярных вмешательств и уже после 12 часов нецелесообразно кровоток восстанавливать Где лучше проводить тромболизис либо в стационаре либо на скорой помощи или то есть необходимо сразу вести в стационар пациента и там может быть проводить даже не тромболизис а коронаропластику с оттентированием либо тромболизис проводить в машине скорой помощи если здесь такое правило если время доставки больного меньше одного часа и если то лучше доставить в стационар для проведения ангиографии с оттентированием но тем не менее тромболизис если есть риск того что пациенту быстро не окажут помощь не проведет ангиографии с оттентированием в условиях стационара если предположим там может быть занято операционное может быть долго доставка будет может быть долго будут проводиться различные диагностические обследования поэтому все-таки больше больше придерживаться мнения что нужно вести сразу тромболитики бригады скорой помощи особенно если имеется некупированный болевой синдром нестабильная гемодинамика временно принятие решения доставки госпитализации больных больше одного часа то есть риск имеется что я уже сказал то тогда проводит конечно тромболизис каковы основные мероприятия при остром коронарном синдроме которые оцениваются которые проводятся бригадой скорой медицинской помощи первое что это доест должен быть 20 минут потому что это экстренная медицинская помощь далее транспортировка 40 минут но это уже в данном случае оказывается помощь пациенту должно проводиться ЭКГ включая расшифровку должен проводиться тропониновый тест адекватно обезболить использовать антиагреганты по показаниям бета-адреноблокаторы проведение тромболизиса при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ вот основные важные такие точки которые оцениваются качество оказания медицинской помощи именно бригады скорой медицинской помощи имеет ли право фельдшерская бригада вводить тромболитики безусловно что имеет и должны все фельдшерские бригады быть оснащены тромболитиками неизвестно что за вызов при всяком вызове может быть острый коронарный синдром потому что это все решается конечно на месте и порой вызов не связан вроде бы сердечно-сосудистой патологии оказывается что это острый коронарный синдром поэтому фельдшерская бригада обязана вводить тромболитики обязаны быть оснащены тромболитиками рекомендуется в данном случае пройти необходимую подготовку тематическое усовершенствование в течение 72-144 часа вообще все фельдшерские бригады должны быть обучены и при наличии в машине электрокардиографа дефибриллятора бригада должна также иметь возможность консультации по телефону тогда в этом случае фельдшерская бригада может и обязана выполнять тромболизис при остром коронарном синдроме в данном случае здесь представлена схема маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом вот обратите внимание доезд скорой помощи 20 минут в дальнейшем до стационара пациент должен быть в течение 40 минут но тем не менее в данном случае конечно оказывается уже медицинская помощь бригада при установке диагноза острого коронарного синдрома бригада связывается с центром сосудистым центром узнает есть ли места или нет заняты операционные или нет и доставляет пациентов сосудистый центр основной поток должен идти именно сосудистый центр это может быть даже и региональный сосудистый центр мы о чем потом поговорим чем отличается сосудистый центр от регионального сосудистого центра первичного сосудистого отделения если нет возможности если имеется уважительная причина в том числе нестабильная гемодинамика состояние пациента либо какие-то погодные условия, то пациент доставляется, возможно, его доставка в кардиологическое отделение с отделением реанимации или парлатоинтенсивной терапии. Но, тем не менее, потом пациент должен все равно перевестись в сосудистый центр. При поступлении в сосудистый центр пациента устанавливается диагноз, подтверждается острокоронарного синдрома, и он направляется в отделение рентген-эдохирургических методов диагностики и лечения при сосудистом центре. Там выполняется ангиография при необходимости стентирования, после чего пациент попадает в отделение реанимации, он может перевестись туда на несколько часов, может быть, на сутки, это зависит от его состояния, и далее он переводится в отделение кардиологии при сосудистом центре. Но обычно это 24 койки для пациентов с острым коронарным синдромом, специально организованным. После пациент может быть даже в короткие сроки переведен на долечивание, на реабилитацию, чтобы не занимать эти койки, чтобы они быстро работали в кардиологическое отделение при стабилизации, кардиологическое отделение по месту жительства. Или если этот сосудистый центр прикреплен конкретно к территории, где находятся пациенты, он может и там лечиться фактически все время, не переводиться в кардиологическое отделение, на долечивание. И, конечно, после того, как он уже выписывается из отделения кардиологии, ему должна быть проведена реабилитация. То есть он должен поступить, может быть, в санатории для кардиологических пациентов именно на реабилитацию. В случае, если пациент требует... Сложно... Имеется различное осложнение. Требуется, предположим, еще коронарное шунтирование. Или имеется нарушение ритма сердца. Он может уже перевестись в отделение, кардиохирургическое отделение, которое находится при региональном сосудистом центре, или оно отдельно как-то находится, в кардиологическом диспансере, например, при наличии осложнения и потребности высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе аортокоронарном шунтировании. Тогда пациент переводится именно в отделение кардиохирургии. Иногда сосудистый центр как раз и находится в региональном сосуде. И представляет собой региональный сосудистый центр. Никуда пациента переводить не нужно. Что собой представляет региональный сосудистый центр? Региональный сосудистый центр имеет приемное отделение, вход и подъезд, смотровая. Это все отдельно от общего приема. То есть это имеет специально для регионального сосудистого центра. На первом же этаже имеется клиника-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, в том числе компьютерной матемографии, МРТ. Пациент далее после подтверждения диагноза, он переводится в отделение рентгенодоваскулярных методов диагностики и лечения. Далее переводится в блок интенсивной терапии и реанимации из расчета, что одна койка на шесть кардиологических койк, он находится там не менее 24 часа. После переводится в кардиологическое отделение. И вот региональный сосудистый центр, в отличие от сосудистого центра, имеет кардиохирургическое отделение или сосудистое отделение. Кроме этого, может еще дополнительно иметь и сосудистое отделение. Вот чем отличается сосудистое отделение от регионального сосудистого центра, что имеет кардиохирургическое отделение. Существуют еще и региональные сосудистые центры своей структуры, могут оказывать еще, и так было раньше задумано, но не всегда так получилось, имеется блок отдельный для оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения. У них общее отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения, но помимо этого еще имеется неврологическое отделение с палатой интенсивной терапии, где оказывается помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть это вторая часть структуры регионального сосудистого центра. Конечно, лучше так делать, почему? Потому что так рациональные, так более экономичные, так, в общем-то, имеется общее оборудование, общее отделение рентген-эндовоскулярных методов диагностики и лечения. И в данном случае, конечно, это более экономично выгодно и более рационально. И вначале вот так и задумывалось. Но, однако, помещения больниц, где, в общем-то, надо было разместить региональный сосудистый центр, не заново все это строилось во многих больницах. И поэтому все-таки есть региональные сосудистые центры конкретно для больных с острым коронарным синдромом, а есть сосудистые отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Это уже будет вторая наша лекция, которая посвящена именно пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Есть еще первичные сосудистые отделения. Это было предусмотрено еще в 2005 году, создание первичных сосудистых отделений. Фактически это, что они собой представляют в отношении больных с острым коронарным синдромом. Это отделение неотложной кардиологии, где находится пациент с инфарктом миокардио или с острым коронарным синдромом. На 24 койки рассчитаны. И отделение кардиореанимации. 6 кой. И в этих отделениях раньше не было предусмотрено ангиографической установки. Фактически это именно кардиологические отделения для больных с острым коронарным синдромом. В настоящее время таких отделений фактически становится все меньше и меньше. Тем не менее, они все равно существуют. И все больше отделений кардиологических оснащается ангиографической установкой. В данном случае и они, вот эти первичные сосудистые отделения, уже могут иметь ангиографическую установку. Но название все равно остается первичным сосудистым отделением. Конечно, вот за рубежом, практически все, я имею в виду в Израиле или на Западе, все кардиологические отделения оснащены ангиографическими установками. Такого вот не может быть, что там нет такой ангиографической установки. И фактически уже операции делают обычные кардиологи в данном случае, которые работают в кардиологическом отделении. У нас же отдельно имеется специальность эндоваскулярный хирург. Хотя вот во многих странах уже кардиолог может выполнять эти операции. И они уже рутинны. В составе сосудистого центра также может быть второй блок. Это нейрососудистые отделения, 24 коки, оказание медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения. Какие основные условия эффективной работы сосудистых центров? Мы их будем называть сосудистые центры, хотя это может быть региональный сосудистый центр, сосудистые отделения или первичные сосудистые отделения. Еще раз повторяю, которые уже в настоящее время практически в 80% случаев оснащены ангиографической установкой. То есть, рентген имеет рентген-эдоваскулярное отделение. Первый вопрос, это, конечно, кадровый, самый сложный. Это для того, чтобы сосудистые отделения эффективно работало, нужно подготовить не менее четырех рентген-эдоваскулярных бригад. Понятно, что рабочий день 6 часов у хирурга, поэтому вот нужны четыре рентген-эдоваскулярные бригады. Это очень сложно, особенно, когда эти отделения создавались, это была самая большая проблема. Вот именно кадрового вопроса. Не хватало и рентгенологов, не хватало и хирургов, не хватало и анестезиологов, реаниматологов. Далее, для того, чтобы этот центр работал сосудистый, все-таки необходимо поступление не меньше, чем 350 пациентов. Иногда, конечно, есть отдаленные места, где количество пациентов таких меньше, но тогда сосудистый центр не будет эффективно работать. Необходимо, чтобы именно эффективная работа, рациональная, экономическая и в плане лечебная, чтобы хирурги имели такой опыт, все-таки 350 операций должно выполняться в году. Это минимум, а на самом деле должно быть выполняться еще больше. Кроме того, очень важно информировать пациентов об основных проявлениях острого коронарного синдрома. Это своевременная госпитализация. Около 50% все-таки госпитализируются в поздних сроках. Хотя острый коронарный синдром в большинстве своих случаев все-таки имеет свою ярко выраженную клиническую картину. Конечно, имеется исключение при сахарном диабете, имеется абдоминальная форма острого коронарного синдрома, но в большинстве случаев все-таки острый коронарный синдром имеет типичную клиническую картину ангинозных болей за грудиной. Поэтому нужно очень важнейшим является информировать всех граждан Российской Федерации о том, чтобы при имеющихся болях за грудиной особенно у пациентов с фактором риска своевременно обращались и правильно рассказывали о своем состоянии в скорую медицинскую помощь. Кроме того, должны быть обученные бригады скорой медицинской помощи, потому что они доставляют пациентов в сосудистый центр и тактики ведения таких пациентов, и тромбоэлитической терапии, и маршрутизации, и система ГЛОНАСС должна быть обеспечена на территории субъекта. То есть, если сосудистый центр, предположим, занят где-то ближайший, то тогда нужно доставить в другой сосудистый центр по системе ГЛОНАСС, оповестить это там, где быстро окажут медицинскую помощь, такому пациенту проведут эндоваскулярное вмешательство. Безусловно, все бригады должны владеть реанимационными мероприятиями при остром коронарном синдроме и снабжены электрокардиографами, дефибрилляторами и, конечно, и тропониновым тестом. Необходимо обеспечить сосудистые центры, все сосудистые центры расходными материалами. Вот здесь приводятся расчеты. Где-то полтора-две коронарных артерий, ну, сейчас даже уже три считается, две-три коронарных артерий у тысячи больных в год на один миллион населения. Ну, то есть на один миллион населения, грубо говоря, необходимо две тысячи стендов. Хотя рассчитывается, необходимо рассчитывать конкретно. Из заболеваемости населения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иногда это бывает и больше, если население более старшего возраста. Зависит от демографической ситуации, конечно же. Кроме того, очень, вот я даже красным выделил, очень важно, чтобы были показатели эффективности работы, что даже если пациенту вовремя окажет помощь, если поставят стенты и полностью восстановят кровоток коронарных артерий, это не считается, что пациент выздоровел. То есть спасли миокард, не образовался рубец, это все, конечно, прекрасно, но заболевание-то остается, факторы риска у пациента остаются. Поэтому, конечно, таких пациентов после проведения стентирования необходимо проводить и реабилитацию раннюю. Очень важно это проводить реабилитацию. И этот этап очень страдает. Реабилитация должна быть и в санаторных условиях, специализированная санатория как раз кардиологического профиля. Там должна проводиться реабилитация. А реабилитация должна проводиться и в стационарах. Если пациент переводится из кардиологического отделения сосудистого центра по месту жительства, тоже должна быть там реабилитация организована. Реабилитация должна проводиться и в амбулаторных условиях. Какие вот здесь очень важные такие точки Даже если пациент, предположим, выздоравливает Ему необходимо обеспечить и физическую нагрузку И устранить факторы риска гиперхолестеринами, артериальной гипертензией В дальнейшем обязательно обеспечить антиагрегантной терапией адекватной Чтобы не было повторного возникновения острого коронарного синдрома Это важнейшее И, к сожалению, этап реабилитации у нас страдает В дальнейшем, конечно, важно для обеспечения эффективной работы Эффективное оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом Это своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи Больным с ишемической болезнью сердца Которое нуждается в плановом сцинтировании Либо аортокоронарном шунтировании Чтобы предотвратить острый коронарный синдром Для того, чтобы оценить работу Для того, чтобы правильно сделать организационные выводы Необходимо ввести регистр пациентов с острым коронарным синдромом Это тоже сейчас внедряется активно Предусматривалось еще с самого начала ведения пациентов С острым коронарным синдромом регистра Но не во всех субъектах он внедрен Но в ближайшее время, конечно, он внедрится во всех субъектах И, конечно, это первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Это самое главное Самое главное для того, чтобы Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом Безусловно, поддерживается федеральным проектом Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фактически он стартовал в 2004 году И продолжается до сих пор Каждый, фактически каждый субъект Российской Федерации Имеет такую программу И в рамках этой программы Предусматривается достижение таких целевых показателей О чем я уже говорил в начале лекции В 2024 году мы должны выйти на показатель Смертность от болезни сердечно-сосудистой системы кровообращения 450 на 100 тысяч То есть фактически снизить на 23% Смертность от сердечно-сосудистой болезни кровообращения Снизить больничную летальность от инфаркта миокарда До 8% Фактически вот Показатель выйти на смертность Выйти в показатель 450 на 100 тысяч Это очень сложно Конечно, можно выйти на этот показатель Но в данном случае нельзя прибегать И об этом уже везде говорится Нельзя прибегать к искусственному Занижению смертности от болезни системы кровообращения Что это означает? Переписывать данное заболевание в другие нозологические формы Либо ставить смерть от старости Конечно, это тоже недопустимо, например Или неустановленным диагнозом Что сейчас очень часто делается Фактически смерть в некоторых субъектах Смерть от прочих причин с неустановленным диагнозом И, может быть, даже на втором месте сейчас прибывает Это, конечно, недопустимо Недопустимо просто искусственно снижать смертность от болезни системы кровообращения Все равно общий показатель смертности Он не меняется И мы можем видеть, искусственно ли это создано Или это на самом деле снижается Смертность от болезни системы кровообращения И тогда будет снижаться смертность от общей Безусловно Мы вышли хорошим показателем И добились фактически даже лучше Это больничная летальность от инфаркта миокарда Которая при современных условиях Пациентам с острым коронарным синдромом Смертность очень низкая Фактически она даже в некоторых сосудистых центрах достигает 2% Показатель больничной летальность от острого внушения мозгового кровообращения Еще, конечно, остается высокой И 14% это целевой показатель Какие мероприятия проводятся в рамках федерального проекта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Я уже об этом сказал Это разработка и внедрение В каждом субъекте имеется программа Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Вот она фактически разработана Принята и действует до 2024 года И в дальнейшем, безусловно, она будет продолжаться Это обеспечение полностью На каждом субъекте Российской Федерации Все пациенты, безусловно, имеющие острый коронарный синдром Должны поступать в сосудистые отделения То есть в рамках этой программы Это создание, если это не хватает Новых сосудистых центров Которые обеспечиваются и ангиографическими установками Магнитно-резонансными томографами Компьютерными томографами То есть всем оборудованием И создание новых этих центров строительства Тоже так же это возможно В рамках этой программы Все первичные сосудистые отделения Они должны дооснащаться Ангиографическими установками Фактически уже не должно существовать Первичных сосудистых отделений Без ангиографической установки Хотя во многих субъектах До сих пор существуют такие отделения Фактически это кардиологические отделения Без ангиографических установок В рамках этой программы этого не должно быть. На этом все. Благодарю за внимание. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезные информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Serano образование станет ближе и удобнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова